Чукарин – один из самых титулованных советских гимнастов. За карьеру он выиграл 11 медалей Олимпиады, из которых 7 золотых и трижды побеждал на чемпионате мира. На протяжении 5 лет Виктор оставался сильнейшим спортсменом планеты, регулярно превосходя соперников многоборья. Виктор Чукарин – уроженец Донецкой области. В спортивную гимнастику он пришёл по настоянию школьного учителя, который увидел в юноши талант. Спортом Виктор увлёкся всерьёз. В 1940 году Чукарин впервые выиграл чемпионат Украины, за что получил звание мастера спорта СССР. Виктор мечтал о медали и на первенстве СССР, но все планы разрушила война. Спортсмен ушёл на фронт добровольцем в 41-м, когда ему было 20 лет. Воевал Чукарин в артиллерии на Юго-Западном фронте, защищал Киев. Спустя несколько месяцев он оказался под Полтавой, был ранен и контужен, а потом попал в плен. Из Украины его перевезли сначала в Эстонию, затем в Польшу, а в 42-м – в Германию. Фашисты перемещали узников из лагеря в лагерь, периодически устраивая массовые казни, но каждый раз Чукарину везло. Бухенвальд стал для гимнаста 16-м по счёту лагерем смерти. Он в списке самый крупный. В Бухенвальде Чукарин, заключённый номер 10491, провёл почти год. Чукарин неоднократно пытался бежать, но тщетно. По счастью, за эти попытки узника не расстреляли. Он лишь только несколько раз получил прикладом автомата по голове. Последние месяцы войны Виктор провёл в концлагере в 60-ти километрах от Гамбурга. Хотя англичане пришли туда 29 апреля 1945 года, заключённых освободили гораздо позже. И не всех. Отчасти из них фашисты попытались избавиться в первых числах мая. Гитлеровцы перевезли узников, среди которых был Чукарин, на берег Балтийского моря и загнали в трюм заминированной баржи. Буксирный катер повёл её в море. Внезапно налетел английский бомбардировщик и расстрелял Буксир. По непонятной причине фашисты не стали топить баржу, и она без всякого управления осталась в открытом море. Измученных заключённых, которые ещё не подозревали, что Германия капитулировала, и они свободные люди, ждала бы смерть, если бы не корабль союзников, заметивший бесхозное судно и подоспевший на помощь. Чукарин вернулся домой крайне истощённым, больше похожим на тень, чем на человека. Мать сперва даже отказывалась признавать его. Спасибо детскому шраму, который послужил доказательством. Поверить, что Виктор сможет добиться чего-то в спорте было сложно. Родные уговаривали спортсмена отказаться от тренировок, но тот, насколько смог, восстановил здоровье и вернулся к нагрузкам. А потом попробовал поступить во Львовский институт физкультуры. Тут возникли сложности. Прошедшим плен паспорта выдавались неохотно, из-за чего на выступительные экзамены Чукарин опоздал. Но на ступенях института его расстроенного случайно заметил ректор, который знал Виктора в лицо. Чемпиона Украины приняли и он стал тренироваться ещё усерднее. Виктор принял участие в первом же после войны чемпионате СССР в 1946 году и занял 12 место. В 1947 он стал уже пятым, а ещё спустя год завоевал золотую медаль. В 1949 Чукарин стал абсолютным чемпионом страны и первым номером сборной СССР. Спустя два года в Риме Чукарин стал трёхкратным чемпионом мира и на следующую Олимпиаду в Мельбурн поехал в статусе фаворита. Помешать новому триумфу советского гимнаста мог только молодой японец Такаси Оно. Он был ровно на 10 лет младше Чукарина. У Чукарина было одно слабое место – вольное упражнение. В них он никогда не брал медали Олимпийских игр, и именно этот вид был в его программе «Многоборье последним». Такаси же достались брусья, которые он выполнил идеально и получил 9,85 балла. Казалось, что судьба золота решена. Советскому гимнасту нужно было зарабатывать не менее 9,55 балла. Оценка не космическая, но для Чукарина на ковре очень высокая. Виктор вышел на помост и отработал без грубых ошибок. На табло загорелись заветные 9,55, и Чукарин бросился в объятия товарищей по команде и тренеров. Он – двукратный абсолютный олимпийский чемпион. В этой победе весь Чукарин. После Олимпиады в 1956 Чукарин, которому было уже 35 лет, ушел из спорта. В 1957 году его наградили Орденом Ленина – высшей государственной наградой СССР. Виктор стал тренировать, долгое время работал со сборной Советского Союза и заведовал кафедрой гимнастики во Львовском Институте физкультуры. Под его руководством занимался не один десяток мастеров спорта Советского Союза, но ни один из учеников превзойти учителя так и не сумел. Историей известно лишь 17 спортсменов, которые завоевали семь и больше золотых олимпийских медалей за карьеру, но в этом списке нет ни одного человека, прошедшего от концлагерей.